Это 100% повлияло на развитие человечества Казеин — молочный белок Все, да, опыты на мышах подтверждают онкологию от казеина Вот как раз-таки книга «Китайское исследование» — это как раз-таки о молочных белках и о казеине Еще там в 70-е годы они заметили, что казеин влияет на рост раковых клеток Что такое китайское исследование? Почему книга так называется? Я вам сейчас тоже спойлер сделаю, может, заинтересую вас То есть заметили, что вот факт роста, почему растут опухолевые заболевания Начали искать, 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 и в какой-то момент обнаружили Вот этот исследователь Колин Кэмпбелл, он обнаружил Он профессор биохимии, у него там огромное количество опыта Он обнаружил, что когда давали крысам казеин, белок казеиновый У них сразу резко увеличивался рост опухолевых заболеваний Резко взлетал И это ему показалось интересно Они начали исследовать, и оказалось, что это реально так А после этого они решили, это же надо протестировать на людях И он не мог это нигде протестировать И так подвернулось, что в Китае были тоже исследователи Которые тоже там увидели его вот эти заключения И сказали, а давай-ка сделаем это на китайских гражданах И они ему предоставили огромную выборку людей Там участвовал какой-то регион, огромное количество людей Они пять лет собирали данные И они собрали и обнаружили прямую корреляцию С употреблением молока, животных продуктов и количества онкологических заболеваний Что там, где количество растительной пищи снижалось, а количество животных продуктов повышалось Везде рост раковых заболеваний взлетал просто Равносильно увеличению количества животных продуктов в рационе И то, что я наблюдаю, если мы возьмем нашу генетику Человека, как он формировался Мы тоже видим, что человек-то в принципе всю свою эпоху был собирателем Он ходил там, собирал ягоды, грибочки Твердую пищу, жевал, да, его челюсть работала И изредка ему там попадалась какая-то животная пища Которую он ел Потом он уже в результате эволюции понял, что на севере есть нечего Давайте мы будем загонять животных И их там использовать, потому что это проще Одного загнал, сразу много мяса получил, ели Это 100% повлияло на развитие человечества Потому что когда человек употребляет там животные продукты Он 100% более агрессивный Потому что там в животных продуктах больше аминокислот, глютамина Которые делают его более таким резким Не то, что более резким Его психика, его нервная система Она становится более такая мобилизованная и так далее То есть адреналиновая система по-другому влияет В общем, много факторов Влияния И, конечно же, это повлияло на все человечество Большая часть пищеварительной системы Она заточена, конечно, под растительные продукты И вот эта книга, это новые данные О том, что человек, если будет стараться идти вот к той диете западной Которая сейчас на территории России На территории Европы, на территории Америки Где все сидят на бургерах, на маслах, на жирах Это все приводит в итоге к росту онкологических заболеваний Что мы наблюдаем? У всех проблемы Онкология – это просто уже последний шаг Когда твой организм говорит Ну уже все, ребят, я сдаюсь там уже, капец Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!